всем доброго времени суточек так у нас тут немножко такой беспорядок на столе так мы проснулись на новом месте спалось четко все мне так понравилось тут так уютно немножко по-домашнему вообще мы хотим снасти пройтись посмотреть местность немножко в магазин зайти какой-то посмотреть кстати собаки корм надо самим покупать там у нас в том отеле на ресепшене давали тут нет надо будет покупать или у красного креста заказывать но так как раз на крест уже было мы его пропустили и придется посмотреть почему тут этот корм ну тут все все в торговых точках рестораны магазины обе стороны все предлагают свой товар так что все тут одинаково везде очки купальники футболки юбки платья все люди отдыхают много приезжих людей чем все все в общем жизнью кипит так везде движение везде кто-то отдыхает ресторанчиком на кафешечках а мы идем в магазин прогулялись зашли в магазин корма собачьего не нашли у нас есть немного корма нам хватит на пару дней все-таки у красного креста завтра закажу они привезут так что так что как-то вдалкиваю будет немножко храп у меня лунка лежит и храпит здесь рядышком поэтому не обращаем внимание сегодня я решила все таки посвятить этот день заполнению форм в общем для того чтобы получить здесь пластиковую карточку на называется тен нужно зайти на сайт зарегистрироваться в общем очень много тут распечатывать документы заполнять документы в общем много дел нужно на каждого человека отдельно взять сито это сито это именно ту день и тот час когда типа запишут на прием вот надо взять пола три ситы на каждого из нас хорошо что на лунку четвертую не надо лежит храпит у меня тут одну сам ой лучше не надо не просыпайся на троих и в общем сегодня вот так вот у меня день сегодня прошу ребята ой чем все это конечно хлопотно хлопотно много дел особенно вот это надо все это сохранить распечатать хорошо что у нас тут на ресепшене все это сделали мне распечатали документы для заполнения спор и аж через месяц представляете через месяц и каждому человеку нужно было взять отдельную ситу время число да тогда и вот у нас получается мы используем получается в один день а настенька на следующий день после нас надо будет ехать по разному попросимся может все-таки пойдут на уступку если нету два раза надо ехать будет но потом ждать еще 40 дней этой карточки или 45 40 40 45 делается пластик все в принципе дают его на потом уже на два года уже два года можно жить легально пусть будет правильно люди говорили лучше сделать и помешает это спала так хорошо тут так луна тихо спала тут хорошо спокойно уютная комната такая небольшая очень мне нравится лучше так начало на плечи с кровать мы слонка не знаем на новом месте куда в туалет ходить до лунуська что везде шум везде то такое движение ребят потому что город до везде машины везде люди все не так спокойно дал он да тебе непривычно растерялись а мы тут немножко хрестновато конечно ребята есть и бумажечки попадаются тут не так убираются ничем может он дай пор никому не устроиться то буду чистить в дороге почему бы нет я кстати пошла шумит лую раз 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 то прибралась а бы тут не бумажечек ничего не было бы может предложить свою кандидатуру пусть рассматривают действительно хорошая идейка очень часто наблюдаю здесь валяться и бутылочки жестяные и бумажечки до лунуська скажи нет порядка нет порядка тут смотрю даже вот после собачек не убирают елки салфетками хожу с пакетами ну что лунуська ты никак себя не найдешь туда не твоя это местность а мне тут очень нравится мне нравится неплохо как сопочками так сделано сейчас по моему сережечка сказал что похоже на дальний восток он так всегда говорит когда соточки тут такими сопочками сделано дороги такие идут вот так и сказал вот так вот ребятушки ну что моя хорошая ну что никак ты себя не находишь то на туалет то надо сходить что нам делать с тобой сейчас я вам покажу кактусы смотрите какое удивление я как увидела этот кактус я была в восторге евро и неужели такие бывают как раз вы знаете как я люблю цветочки да а тут вот такой вот интересно он цветет эти мусор так немножечко конечно не очень тут чисто но скорее всего нету дворника вот и я чем его мне дворник подумаешь с метлой я кстати очень люблю заметать и внутри помещения было неплохо уборщицы и так снаружи с метлой вы запросто поправлялась и и и и и и и Так, ребята, у нас уже вечер. У нас через стенку сидит у девочки, пошла рисовать. Бегают с номера в номер. Оля у нас на первом этаже на рисовании играет в Луна. Ну, собираются там девочки, мальчики. Луна, ты так не пугай. Она так ложится. У нее тут ажинечка, у нее тут ажинечка, у нее тут ажинечка. Вот, и что, хочу с вами немножко поговорить. Если вам скучно, можете побыть со мной немножко. Потому что мне одной пока скучно. Девчонки придут, я надеюсь, сейчас минут через пять есть. Я пока с вами поговорю. Значит, вот хотела вам про новое место сказать. Место отличное. Мне больше нравится, чем мы жили в предыдущем отеле. Номер больше нравится. В ресторан тут лучше, вкуснее еда. В общем, все нравится. Вот, если мне, допустим, предыдущее место вот как-то было чужим, да, мне нравилось. Вот не нравилось мне все. Ну, было хорошо. Нет, ну, я не могу сказать, что я недовольна, мне все нравилось. Но я имею в виду по ощущениям внутренним, да. То есть это такое вот внутреннее что-то. То, ну, такое было все равно внутри меня холодное. Такое неродное, чужое. Здесь, конечно, мне как-то более по-домашнему, да, или какое-то напоминание такого уюта, тепла, что ли. Нравится. Вот в Польше, когда мы были в отеле, мне там тоже нравилось. Вот такая вот домашняя была обстановка. Какое-то вот такое вот чувство тоже было такого чего-то приятного. Вот, когда мы были в Калинии, было такое все, такое холодное, чужое. А потом вот в предыдущем Лапинеде, хотя там был шикарный ресторан, прекрасный, комнаты прекрасные, вообще вид прекрасный, все. Ну, я только на внутренних ощущениях. А внутренние ощущения, это как вот, ну, моё, не моё место, или вот в плане такого, да. Вот бывает, приезжай, жил город, то ощущение, твое место или не твое, жила бы ты тут или не жила, или жил бы ты тут или не жил. Да, вот в этом таком вот, в ощущении, в таком душевном, что ли, смог бы ты там жить или смогла бы ты там жить. Вот я здесь, наверное, бы смогла бы жить. Нравится такое чувство у меня, тёплое чувство такое, домашность такое. Вот, что я могу сказать, в общем, сегодня у меня вообще замечательный день, прошел в плане, я заполняла. Заполняла, наконец-то на сайтах, там записывалась, плюс заполняла, там для оплаты надо было заполнить форму, то распечатала форму. Теперь только надо будет в банке оплатить за каждого человека 16 евро 8 центов. Получается, это 48, 24 цента, да, 48 евро, 48 евро я должна отдать за три карточки, 24 цента, ну, полтинник, грубо говоря. Еще до банка не дошла, ходила так немножко, я вам снимала, показывала шопинги, да, эти магазины. Банка не нашла, хотя искала, выискивала именно его, вот, хотела оплатить. Что еще? Ну, так, в принципе, была бы тут еще работа, я бы устроилась бы, запросто проработала. Ну, что могут тут предложить? Быть уборщицей. Вот, что мне можно сейчас предложить. На данном этапе, не зная языка, я не могу больше никуда пойти. Только убирать номера. Вот, ну, загвоздка еще в том, что некуда деть, опять же, детей. Сейчас начнут смеяться и скажут, она не хочет работать, она опять говорит, что ей некуда деть детей и вот тому подобное. Вот, ребятушки, да, но я согласна пойти с детьми. Я уже сказала Насте, что если что, я найду себе работу, ты будешь ходить со мной. Не знаю, вот насчет Полины надо будет узнать. До 13 или до 14 можно будет точно оставить ребенка одного. Если до 13, то она останется. Настя пойдет со мной на работу. Если же нельзя, то придется и Полине ходить со мной вместе на работу. Но тут единственное, что хорошо, что если на работу ходить 2-3 часа. Тут больше они не убираются. 2-3 часа, ну, пока я буду убирать, девочки там будут учить язык. Я найду им работу. Знакомиться. Кто где, с кем знакомиться, тут уже, по-моему, все друг дружку знают. Тут же у нас получается с нашего отеля, с Лапинеды, опять сегодня подкинули людей. Да, их там тоже порасселяли. А, еще представляете, у нас же там, где мы вместе жили, одних людей отправили вообще в другое место. Эти люди очень стали плакать. Очень, короче, поселили их в такое место, где им очень не понравилось. Принесли им в комнату, там нет ни столовой, ни ресторана, принесли в комнату мисочку с салатом. Ну, все, в принципе, больше такого, говорят, ничего не дали. Плачут. Понятно, сейчас опять начнете говорить, а, привыкли к ресторанам, привыкли красиво жить. Просто у них дети. Надо фрукты, надо творога, надо то-то, то-то. Денег нет, купить это не за что и тяжело. Вот поэтому надо идти на работу, надо встать на ноги, чтобы самой уже оплатить это жилье. Оплатить это нереально, нереально. Если я буду работать даже 2 часа, 2 часа, дай бог найти еще на 2 часа работу, то я буду получать 400 евро, да. Это мало 400 евро за 2 часа работы. Но говорят, что если будет у меня всего 400 евро, то красный крест доплатит остальные деньги на еду и за номер. То есть хотя бы-хотя бы какое-то начало, да, они это приветствуют. Раньше была такая информация, что сразу выгоняют в свободное плавание, то сейчас такого нет. Наоборот, они приветствуют. Если ты хотя бы такую работу находишь, они тогда тебе притягивают руку помощи и больше плюшек получаешь. Поэтому надо искать работу в любом случае. Сейчас я немножечко тут отсвыгнусь, посмотрю, где тут, что тут, как, чего. Вот, и буду спрашивать, ходить, искать, да. Буду интересоваться вдруг что-то, где-то, где-то, кто-то даст мне знать. И я пойду по отелям, скажу, девочки, есть ли работа. Ну, тут, видите, я ж не знаю язык, тут буду с переводчиком как-то ходить. Короче, что-то буду искать. Если я чего-то захочу, то я этого добьюсь. У меня будет то, что, если я этого захочу, конечно, я буду ходить. Тут же ещё, если я пойду полный мыть, мне ж надо будет, знаете, ещё что? Ехать, ехать. Эти карточки ТИЕ оформлять. Господи, это два дня подряд. Тоже, ну, в общем, буду смотреть, буду искать. Мне так-то всё просто тут найти, потому что тут очень много беженцев. И тут есть беженцы, которые уже три месяца живут. Их никуда не возят, не привозят. Их как изначально заселили, так они тут и живут. У меня свет такой плохой. Я всё стараюсь вот так вот к лампочке. Лампочка одна. Освещение плохое. Я надеюсь, меня хорошо видно. Вот, ребята. Вот. Что я вам скажу? Подписывайтесь, кто не подписался. Я знаю, что вас больше смотрят. Вы не подписываетесь, потому что на меня там какой-то, в общем, зубы имеете, да, так скажем. Вот. За то, что там я не делаю то, что вы хотите, там, вы мне там советуете, а я не прислушиваюсь. Или же ещё там какие-то свои причины вы находите. Подписывайтесь. Давайте, чтобы кнопочка красная стала серой. Чтобы я снимала с интересом для вас какие-то видео. Потому что мне очень интересно снимать для вас видео. Но видите, какое у меня сейчас положение. Боже мой. Очень много людей позаезжало. И вот это вот. Ну, а там шум, там, там, там. Вчера была так тихо. Сегодня опять грохот стоит. Ну, хорошо, что на потолке у меня нет никаких стуков. Так как у меня в предыдущем номере жили трое маленьких дедов, которые постоянно что-то там тарахтели, гремели, стучали, катали в машинке. Это было постоянно так смешно. Вот. Если дадут пластиковые карточки, то это уже легальность на два года. А после двух лет они ещё могут на год дать. Кому на три года сразу дают. Ну, кому как повезёт. Или как-то так оно. Ну, на два года точно дают. Не на год. А четыре нам на год, да. То есть два года легального пребывания. Но с ними можно ездить. Я в Украину. Обратно. То есть это... Даже если что-то, можно ехать туда. Да. Мало ли что-нибудь. Крыша тут над головой-то. Или ещё что-то. И можно ехать спокойно. А там вдруг что-то опять с этой карточкой выехать. Поэтому все стараются сделать их. Вот так что. Опять же, ребят, думаешь о будущем детей. Понимаете? Я не знаю, в Украине будет какое-то для них будущее или нет. С другой стороны. Там остался дом. В своём доме, конечно, лучше. Тут реально его купить, ребят. Но была бы работа. Всё реально. Если есть работа. Если работы нет, то ничего уж не купишь. Это нереально. Кто-то меня спрашивал про север Испании. Ребят, недвижимость тут очень дорогая. В Испании, да. Все знают. 45, это самая там такая захудаленькая квартирка. Ну и в пределах выше, выше, выше. Но есть такой регион. Северная Испания. На севере, да. Там вот регион Апстурия. Туда входят. Туда приближённые к Апстурии города. Там, конечно, из-за северной части. Там можно купить за 10, за 15. Такую маленькую. Без ремонта квартирку. Так что, при желании, что писали, что там, где-то такие цены видела. Да, они действительно есть. И это всё реально. Ну, если есть работа, можно и покупать. Почему бы и не? Если два человека работают, муж и жена. Она зарплату складывает год, два, полтора там каких-то, да. Ребята, ещё забыла сказать, что есть у Испании такая программа или сайты, на которых продаётся недвижимость в рассрочку. И это всё официально. Это делается так. Допустим, вы находите за 35. Ну, это дёшево. Я беру дешёвую квартиру. За 35, допустим, тысяч евро вы находите квартиру. У вас десятая часть – это 3 500. Вы даёте хозяину 3 500. Остальное разделяете на 3 года, 4 или 5. Вы там уже договоритесь, уже посмотрите. И вы, выплачивая, допустим, по 500 евро за 5 лет, выплачиваете одну сумму. Если у вас не достаёт до 35, вы там разбиваете. Там ещё вы, допустим, остаётесь должной 5 тысяч евро. А вы день в день, вот как вы нотариусы подписали, вы отдаёте эти 5 тысяч евро. То есть всё равно вы выплачиваете эти 35 тысяч евро человеку, который продаёт квартиру. Тут есть такие сайты, и они действительно работают. И это очень популярно здесь. Так что вы не смеетесь про недвижимость. Тут это всё реально. Была бы работа. Была бы работа, и чтобы ни один человек работал. Потому что одному, конечно, не потянуть всё это. Если мужа жена, то это всё реально и конкретно, ребятки. Ну хорошо, мои хорошие, буду я с вами прощаться. Всё. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока.